Всем привет, господа, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой Жестплей канал, и сегодня в данном видео я хочу поделиться своими впечатлениями от такой игрушки, как Паркитект. Это пока что, скажем так, ранняя версия данной игры, поэтому всё то, что я буду говорить, и все те претензии, которые у меня будут к этой игре, а они будут, они, скажем так, ни на чём не будут основаны, потому что игра сейчас в альфе, как вы видите, пока что шестая альфа у игры, она в разработке, к сожалению, не знаю, кто разработчик, и на игру я наткнулся совершенно случайно в интернете, когда хотел какую-то одну из новых игр найти в жанре тайкун. И, соответственно, у меня сейчас альфа 5C установлена, и все мои мысли, все свои соображения я буду высказывать насчёт именно вот этой версии. Как видите, здесь постоянно новые версии выходят, и как бы уже вышла какая-то шестая альфа, где у нас что-то новенькое добавили, что-то там исправили, и всё в таком духе. Давайте начнём пока что новый парк, Sandbox Small, и по пути, а вот, Tixel Raptor какой-то сделал эту игру, и по пути попытаюсь вам рассказать, что же это за игра, и лично чем меня она привлекла. Ну, во-первых, это у нас, скажем так, обычная тайкун-игра, где вы должны строить свой парк развлечений, где вы должны возводить постройки, какие-то строить дорожки, шеренги очередей, возводить различные там комнаты персонала, нанимать этот самый персонал, и всё в таком духе. То есть, всё как у нас есть в обычных тайкун-играх, по типу Theme Park, по типу Theme Park World, если уже обращаться к таким старым играм, которые в 90-е выходили. Или, например, по типу одних из таких более уже современных, можно сказать, это именно Rollercoaster Tycoon. Вот именно Rollercoaster Tycoon, это уже одна из таких, ну, более современных, хотя тоже уже старая игра, по сути, но тем не менее. То есть, в Rollercoaster Tycoon вы могли поиграть, могли про такую игру вообще знать. В отличие от Theme Park или Theme Theme Park, который, ну, как бы так правильно сказать, ну, не очень популярен был в последнее время. Но, тем не менее, достаточно популярен был тогда. И, в принципе, эта игра, по сути, наследует всё то, что было в Rollercoaster Tycoon, Theme Park и так далее. Но единственное, что плохо в этой игре пока что, это то, что в этой игре всего очень мало. Серьёзно, в этой игре очень-очень-очень всего мало. Я понимаю, что альфа, я понимаю всё это дело, но, чёрт возьми, как же всего мало. И это, просто понимаете, это, как бы так вам правильно сказать, дело в том, что это бросается в глаза. И, блин, я, если честно, немножко не играл в эту игру, ну, как бы, последняя, там, может быть, дня 4-5, поэтому уже подзабыл, как тут всё работает. Ну, в принципе, что сказать, эта игра, она подаёт надежды и лично, например, меня привлекает, по крайней мере, тем, что здесь очень красивая графика. Ну, по крайней мере, мне она нравится. В каком-то плане она напоминает мне, я даже не знаю, какие-то игры на Android-устройствах, то есть на планшетах и так далее. Вот, серьёзно, если игра эта вдруг когда-нибудь, ну, вдруг, мало ли, выйдет на Android-е, и, ну, у вас возможность будет поиграть в эту игру на Android-е, то я вас уверяю, это будет, ну, просто мега офигенная игра для ваших устройств мобильных. Пока что я не могу так у вас сказать про ПК, потому что игра, как я сказал, в Альфе, в ней очень много чего ещё нет, к сожалению, но, к счастью, в ней уже кое-что есть. В принципе, это концепция, это какая-то такая заранее готовая уже графика, концепция, которая, в принципе, уже работает, то есть, в принципе, игра уже рабочая, вполне себе нормально работает, но единственный минус, то, что здесь всего мало. Давайте я вам покажу парк, который был здесь уже заранее разработчиками сделан. Так. Кажись, вот этот парк. Просто, к примеру, хочу вам привести пример того, что вы можете сделать в этой игре пока что, на данный момент времени. Конечно, я постараюсь следить за этой игрой, за разработкой этой игры, чтобы, когда игра вышла, вам о ней, скажем так, более громко заявить и сказать, типа, вот, ребята, вышла офигенная игра, наследница старых-старых тайкун игр. Ох, игра даже подвисает по FPS, потому что, ну, вы видите, сколько всяких там прикольных аттракционов сделано, какая приятная такая изометрическая 3D графика. Я не знаю, как правильно обозвать эту графику, потому что это не полное 3D, ибо я камеру крутить не могу, там, и на какие кнопочки. Я могу только, ну, отдалять, приближать, к сожалению. Поэтому это что-то такое изометрическая графика с элементами 3D. Не, ну, выглядит все это очень прикольно, играется тоже прикольно, как я сказал, я уже около двух часов успел наиграть. Игра, в принципе, интересная, здесь также можно заниматься терраформингом, правда, если честно, я им долго не занимался, ибо мне это было неинтересно. Ставят различные такие постройки, типа, большой, большой зоны, как бы, marketplace, или как это так назвать, и так далее. То есть в игре очень много уже на данный момент есть всего, но этого много, оно, знаете, как-то на фоне других крутых игр кажется, что этого всего мало. В принципе, концепция интересная, и я надеюсь, что разработчик или разработчики, даже не знаю, сколько людей занимается разработкой данной игры, надеюсь, они продолжат развивать данную игрушку, потому что лично мне она пришлась по вкусу. Я хочу поиграть в полную версию, когда она выйдет, и, возможно, даже поддержу монетой разработчиков. Но пока что это очень неплохая такая, знаете, альфа-песочница тайкун-игры. Неплохой. Но у этой игры, я считаю, большое будущее, потому что если они ее топили от разработчиков, имею в виду, и в будущем выпустят на андроидах или на том же iOS, да, то это будет, ну просто, не знаю, бестселлер какой-то на этих устройствах. На ПК вряд ли игра сыскает большой популярности, потому что у нас есть Rollercoaster Tycoon, например, и зачем нам нужна эта игра. Все могут поиграть в Rollercoaster Tycoon. То есть мораль всей басни такова. В Эде эта игра полная, там, через годик, например, на андроидах, она сыскает успех. На ПК, но только в узких кургах, очень в узких кургах, потому что, в принципе, она выглядит прикольно. В принципе, в нее даже интересно поиграть, и, в принципе, я вам рекомендую даже вот сейчас с ней ознакомиться. Но чисто ознакомиться. Играть там, скажем так, глубоко, сидеть, строить свой клевый парк, я вам рекомендую пока что в Rollercoaster Tycoon 3. В этой игре, ну, пока что мало возможностей по сравнению с тем же Rollercoaster Tycoon, который я уже неоднократно упоминал в этом видео. Поэтому чисто в целях ознакомления. Ну, и, в принципе, вот еще игра подвисла, поэтому отличный момент, чтобы закончить данное видео. Поэтому, ребят, на этом все. Видео коротенькое, но, тем не менее, я не мог не рассказать вам про эту игру, потому что лично мне, как я уже сказал, она пришлась по вкусу. И я хотел бы, чтобы разработчики допилили ее до того состояния, которое игра должна быть. С большим количеством всего-всего-всего. А не быть альфой, где там постоянно все исправляют и все в таком духе. То есть, когда игра выйдет, я вам обязательно об этом расскажу. Если, конечно же, не забуду про нее, следить за обновлениями и все в таком духе. Ну, а пока что на этом все, господа. Игра у меня вылетела, к сожалению. Поэтому, на этом все. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. А нет, не вылетело. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Также не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Не забывайте про группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. Заходите, вступайте, буду всем там рад. А на этом все. С вами был мистер Чейзер и лагающая Паркетект 5 Альфа. Всем удачи и всем пока. Пока. А, ну да, еще забыл сказать, что в игре достаточно приятная акустическая музыка. Это тут... Она сейчас просто на заднем плане начала играть, я про это вспомнил. Ладно, всем удачи и всем пока. Пока.